ДТП Дня Пятничного А этот велосипедист мог бы врезаться в медведицу, но, к счастью, для себя вовремя упал чуть раньше в кустах вместе со своим железным конем. На юго-востоке Москвы полицейские пытались поймать лося. Животное вышло из Кусковского лесопарка в районе станции метро Выхина. Почему лось выбрал это людное место для прогулки, предстоит выяснить специалистам. Вообще с животными шутки плохи. Этот мужчина почему-то решил, что если накрыть крокодила пиджаком, можно потом взять его на руки. И лишь чудом не оказался в его пасти. А этот парень в компании с котом пытался выгнать из ванной комнаты крысу. Сперва он тыкал палкой в угол за раковиной, а после той же палкой отбивался от выбежавшего зверька. Причем страшнее в этом случае похоже было человеку, да и рыжему коту, который со всех лап убегал из комнаты вслед за хозяином. Есть и другие примеры, приятные и не менее абсурдные. Чему только не дрессируют своих питомцев интернет-пользователи. Вы только представьте себе пса, который лает шепотом. Показалось ли на Мордовию напали тарантулы, Ирина Кудашкина в окрестностях поселка Комсомольский встретила необычного паучка и выложила фотографию в соцсети. В комментариях тут же появились фото мохнатых и не очень, с желтыми полосками или серо-черными. Одни говорят, что с юга завосят вместе с фруктами, другие, что сбегают из террариумов. Но тех, кто насекомых побаивается, поспешим успокоить. Эти паучки безобидные. Вы знали, что есть девушка-спиннер? В нашей редакции уже оценили видеоролик с участием красивой танцовщицы. Честно, у меня бы голова еще на седьмом круге закружилась, а она больше 50 секунд вращалась вокруг своей оси. В мире есть много необычных праздников. Например, день объятий с начальником отмечают как раз 15 сентября. Это одна из любимых дат футболистов. Судите сами, кто, как не они, искренне обнимают своих наставников. Как правило, это происходит не только 15 сентября, а после каждого удачного матча, как говорится, не сходя с зеленого поля. А вы часто обнимаете своих начальников? Если да, ждем фото и видео в подтверждение. И до встречи на просторах интернета. Субтитры создавал DimaTorzok